Исторических максимумов достигли цены на горюче-смазочные материалы. Красноярск, 10 сентября, автозаправочная станция КНП. Давайте посмотрим вместе. 92-й бензин, 55-90, 95-й, 63-90. Из топлива обычная 71,30, из топлива лукоиловская 81 рублик за литр. 98-й бензин, каких-то 85-90. При этом власти не сильно-то сгущают тучи и посыпают голову пеплом. Да и вообще новостей о причинах роста топлива не так много. На прошедшем Дальневосточном форуме глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказал, что в России цены на ГСМ вполне себе стабильны. Ну, стабильный рост, это же тоже стабильно. Стабильное опережение инфляции, это же тоже стабильно. И даже норма по последним двум годам. Отсутствие логики и наличие противоречий заключается в том, что доходы населения и зарплаты несколько отстают от инфляции и от всеобщего подорожания. Сухие цифры говорят о том, что в России все хорошо с запасами ГСМ. Бензина у нас запасов 2 миллиона тонн, солярки 3,5 миллиона тонн. И власти держат руку на пульсе. Федеральная антимонопольная служба постоянно мониторит цены и запрашивает динамику у нефтяных компаний, а также у сетей АЗС. Кроме того, держат на пульсе руку правительства России, Минэнерго. И сначала разрешили экспорт топлива, но в июле-августе передумали. И до конца 2024 года все-таки запретили экспорт бензина для того, чтобы сдерживать рост цен на внутреннем рынке. Но это не сильно помогает. Еще одно противоречие заключается в том, что 95-й бензин практически не экспортируется. Но последний рост за последние недели наблюдается именно в 95-м бензине, который уверенно перешагнул уже отметку в 60 рублей за литр. К глубочайшему сожалению владельцев автомобилей, которым приходится очень много тратиться и заправляться каждую неделю. И если помножить количество литров в баке на количество цифр на ценнике, это очень внушительные расходы, постоянные растущие издержки. И издержки растут у тех, кто много заправляется. Осенью много заправляются аграрии, фермеры, те, у кого нет выхода. Сельхоз, техника нуждается в солярке. И владельцы АЗС, нефтяных компаний прекрасно понимают, что колхозникам деваться некуда. И будут покупать по любой цене, чтобы провести уборочную, собрать урожай. В некоторых регионах из-за обильных дождей объявлена чрезвычайная ситуация. Потому что в сырую погоду плохо собирать урожай, он гниет. Но какая разница нефтяным компаниям, владельцам крупных сетей АЗС. Важно в этот важный момент, когда у людей нет выхода, поднять цены, задрать их. В Красноярском крае интересная ситуация. Я не знаю, прежние губернаторы, которые ратовали за сохранение компании «Красноярскнефтепродукт», чья АЗС у меня за спиной, очень сильно бы удивились тому, что цены на КНП самые высокие в Красноярском крае. Это при том, я не перестаю повторять, что эта компания создавалась, и ее не продавали, поддерживали ее жизнедеятельность, убыточность, закрывали глаза на издержки только потому, что благодаря хранилищам топлива она являлась сдерживателем роста цен на бензиновом рынке. Она являлась необходимым и единственным АЗС в труднодоступных местах, где другим сетям невыгодно работать. Каким образом КНП сегодня выставляет самые высокие цены? Ранее я уже подходил, интересовался при прошлых повышениях. Везут, оказывается, бензин на КНП зачастую не с нашего Ачинского НПЗ, что находится там в 140 километрах от Красноярска. Везут из Омска, преодолевая огромное расстояние. При этом власти нас продолжают заверять, что дефицита нет. А я повторяю, что топливный кризис – это невысокие цены. Это не 100 рублей за литр даже, если он поднимется до такого уровня. Топливный кризис – это дефицит. Когда вы приезжаете на АЗС, а там висит табличка «бензина нет». Вот этого главное правительство должно не допустить, по их мнению. А то, что цены растут – это не проблемы, это расходы. Вы просто зарабатываете больше. Какие еще причины для роста цен? Федеральные СМИ сообщают, что не проходят бесследно бомбардировки ВСУ на нефтяные компании, на базы, которые находятся в приграничной зоне. Другое дело непонятно, почему для всей страны такой огромный эффект. Ведь дроны не долетают до Омска или до Ачинска или до других НПЗ, которые наверняка закрывают потребности бирж, оптовых. И в чем проблема – непонятно. Но какая-то дестабилизация, очевидно, происходит. Власти говорят, что в ближайшие месяцы наверняка будет все стабильно. Может быть, они имеют в виду стабильный рост цен. В этом мы не сомневаемся. Населению неплохо бы дать гарантии, что его качество жизни и зарплаты будут догонять растущие цены. А что вы думаете об этом? Напишите свой комментарий, поделитесь этим видео в первом закрепленном комментарии. Ссылка на наш телеграм-канал. Обязательно подпишитесь. Я журналист Дмитрий Полушин. Всего вам доброго.